А сейчас держим курс на залы мраморного дворца, где увидим жилища будущего. Все расскажет наш коллега Андрей Яковлев. Он уже там. Андрей, еще раз тебе доброе утро. Приветствую вас, жители 20-х годов 21-го века. Я из будущего. Вот таким вот его представляют художники. Это столовая. Здесь достаточно обычные, вроде бы, казалось бы, стулья. Но если посмотреть внимательно, здесь вы не увидите людей. Они заняты другими делами, но встречает всех робот. А также вот там, где-то вдали, город будущего. Так он представляется фотохудожником арт-группы «Гром» во главе с Ольгой Мичи, которая и, собственно, придумала эти картины. Нам проведет сейчас экскурсию. Анастасия Карлова, доброе утро. Доброе утро. Мы в пространстве нашей замечательной выставки. Она только открылась, будет работать до 8 января. И мы можем погрузиться здесь в фантазии художников, которые можно назвать и утопичными, и антиутопичными. С одной стороны, очень яркие краски, отсылки к детским любимым цифровым играм. Но, с другой стороны, на работах странное отсутствие людей и присутствие непонятных существ. Роботов, мутантов. В магазины посещают машины. Зачем людям ходить, если машины все могут сделать правильно? Да, возможно, это все-таки утопия. Человек комфортно пребывает дома и наслаждается безделием. Анастасия, полотна 4,5 метра в ширину. Это только, да? А как они создавались и что за техника, которую использовали художники? Уникальная техника печати, которая включает в себя только печать на фотобумаге, традиционную, с эмульсией. Это не плакаты, это вот настоящая фотопечать. Потому что художники, это группа Гром, они работают в лучших традициях Дюссельдорфской школы. Это школа фотографии. Но, будучи современными авторами, они полностью полагаются дальше на компьютер, а даже иногда на искусственный интеллект, чтобы создавать вот такие фантазийные образы. И сейчас наш оператор вам показывал вот только что башню, которая является вообще одним из главных символов этой фотовыставки. Что это за башня? Это башня Татлина, но башня, переработанная группой Гром, потом добавлена планета Земля наверху с космическим мусором, который летает вокруг планеты. Получается, это и есть жилище будущего, по мнению Татлин, который создавал все это в 20-х годах 20-го века, авангард, и вот все это должно было еще вращаться. Да, и прошло 100 лет, башня так и не была реализована. Это был макет Татлина. Наши художники повторили этот макет в форме 3D модели, но добавили свой художественный образ, задавая вопрос, куда дальше идет человечество, приведет ли наше техногенное развитие вот к счастливому будущему или засорению. Если посмотреть внимательно на все картину, то эту башню можно увидеть на каждой из них. Сколько полотен всего представлено? Всего 24 полотна, и не на каждой, даже по одной, а на многих по несколько башен Татлина. Зрители, которые придут на выставку, может быть, даже захочут посчитать и ответить в конце на вопрос, сколько их всего. Одно из полотен или даже два, по-моему, да? Это искусственный интеллект создавал. Совершенно верно. А вы можете открыть тайну? Где? Я вот не различаю сейчас. Для меня все это фотография. Да, это очень трудно определить, потому что действительно возможности искусственного интеллекта за его недолгое существование очень развились. Это вот эта работа, последняя на выставках. Так называется она. И она создана на базе работы знаменитой Пабло Пикассо, Герника. Вот если вот так вот вырезать условно, то угадываются все образы, только переработанные, объемные и преображенные художниками. Вот это да! Отлично! Удивительная выставка на самом деле. Анастасия, огромное вам спасибо. Да, вы можете сами оказаться в будущем. Для этого достаточно прийти в Мраморный дворец. Но не забывайте, что это не обязательно будет так. Это все-таки вымысел художников. Но очень яркий, красивый вымысел. Да, спасибо тебе большое, Андрей. Вот предыдущая работа, какой-то пугающий образ будущего. Не хотелось бы в такое попасть. А будем даже немножко заглядывать мы сегодня еще и в прошлое. И географические путешествия, не выезжая из студии, тоже нас ждут.